Наверное, все мы слышали о том, что углекислый газ накапливается в атмосфере нашей планеты, и тем самым существенно влияет на возникновение парникового эффекта. Во всем мире правительства разных стран и крупные предприниматели стараются снизить выбросы этого парникового газа. И вот когда враг, казалось бы, определен и осталось лишь планомерно побороть его, на сцене появляется новый злодей. И имя его — метан. Метан считается третьим по значимости парниковым газом в атмосфере Земли после водяного пара и углекислого газа. Его вклад в парниковый эффект оценивался от 4 до 9%. Очевидно, последние данные вынуждают пересмотреть это утверждение. Метан — более сильный газ по парниковому воздействию, чем углекислый. Если степень воздействия углекислого газа на климат условно принять за единицу, то парниковая активность того же малярного объема метана составит 21-25 единиц. Да и стоит учесть, что с 1750 года концентрация метана в атмосфере Земли увеличилась примерно на 150%. И на ее долю приходится 20% от общего радиационного воздействия всех долгоживущих и глобально смешанных парниковых газов. За 20 лет метан накапливает тепла в 84 раза больше, чем углекислый газ. Треть глобального потепления сегодня вызывается именно метаном, главные источники которого — добыча ископаемого топлива, крупный рогатый скот, рисовые поля и свалки. Есть мнение, что часы метановой бомбы тикают в Арктике в залежах вечной мерзлоты. И это мнение не безосновательно. По данным доклада ООН, вечная мерзлота содержит 1700 гигатонн углерода. Это в два раза больше количества углерода, накопившегося в атмосфере. Причем огромная часть парниковых газов, пока еще не вырвавшихся на свободу, залегает в замерзших болотах Западной Сибири. На территории, равной по площади Франции и Германии, фактически затаилась бомба замедленного действия. Всего несколько лет назад эти тревожные предположения начали подтверждаться. Пузырь метана, сформировавшийся под слоем тающей вечной мерзлоты в Ямальской тундре в Сибири, лопнул, образовав воронку глубиной 50 метров. Глыбы грунта и льда были выброшены за сотни метров от эпицентра воронки на полуостров Ямал. Это только кажется, что субарктический район Западной Сибири, суровый край с нескончаемым холодом, глыбами льда вечной мерзлотой, где средняя температура самого теплого месяца плюс 10 градусов по Цельсию. Во всяком случае, эта информация, подчеркнутая из учебников и энциклопедии, устаревает прямо на глазах. В результате глобального потепления именно здесь, в Западной Сибири, быстрее всего повышается температура воздуха. Первый известный кратер Ямальская воронка был открыт летом 2014 года, а впоследствии было обнаружено еще несколько десятков подобных форм рельефа. Вскоре было предложено в научной литературе называть их воронками газового выброса. Известные воронки расположены в приполярных районах Западной Сибири на суше, дне рек и озер. Природоформирование этих образований еще изучается. Причина и механизм их формирования не до конца ясен. Но большинство исследователей сходятся во мнении о том, что их образование, скорее всего, происходит под влиянием процессов в многолетнемерзлых породах, которые приводят к появлению зон накопления свободного природного газа вблизи поверхности. В таком случае при превышении пластового давления накопившихся газовых флюидов, в частности нефти и газа, под давлением толщи вышележащих пород может произойти лавинообразный выброс газонацищенных горных пород. Другие исследователи рассматривают это явление как соответствующее определению криовулканизма, при котором вместо расплавленных скальных пород извергается метан. Таяние мерзлоты приводит не только к образованию нового метана вследствие микробного разложения законсервированного органического вещества, но и к высвобождению значительных количеств древнего термогенного метана из ниже лежащих горных пород. К таким выводам пришли ученые, проанализировав эмиссию метана на севере Сибири в условиях тонких почв, отсутствия болот и слаборазвитого растительного покрова. Они связали быстрое наступление проницаемости слоя мерзлоты и подстилающих ее карбонатов с аномальной жарой в июле 2020 и апреле 2021 годов. Ученым удалось обнаружить значительные выбросы метана над территориями, покрытыми тонкими почвами с редкой растительностью и практически отсутствующими водно-болотными угодьями. В этих местах эмиссию CH4 невозможно объяснить микробным разложением почвенного органического вещества или дыханием болот. В то же время выявленные очаги поступления метана в атмосферу совпадают с расположением Енисеи-Хатангского прогиба, местом близкого к поверхности залегания палеозойских карбонатов. Эти породы вмещают в себя древний термогенный метан в виде газогидратов. Также оказалось, что выделение этого парникового газа, во многом ответственного за появление в арктическом регионе, происходит из древнего глубинного источника в земной коре под морем Лаптевых. Математические модели, на которых базируется климатическая политика большинства стран, были разработаны еще до 2020 года, который стал рекордно жарким для Арктики и отличился масштабными природными пожарами и резким таянием многолетней мерзлоты в этом регионе. То есть все происходит гораздо быстрее, чем думали раньше. Мерзлота тает стремительно. Вот, например, в Норвегии темпы роста средней температуры почвы за последние 10 лет увеличились в 4 раза по сравнению с прошлым столетием. Теперь немного математики. Сегодня общий объем выбросов парниковых газов в атмосферу составляет 7 миллиардов тонн. Это в углеродном эквиваленте. Как мы уже сказали, метан в 21 раз мощнее углекислого газа. Значит, и выброс будет по своим последствиям в 21 раз серьезнее. Исследователи отмечают, что всего по дну океана могут быть скрыты сотни миллионов тонн метана, которые сейчас сдерживаются покрышкой зоны многолетней мерзлоты. Основной риск заключается в том, что по мере дальнейшего прогрева Арктики и освобождения арктических морей от поверхностного льда, в летний период произойдет резкое разрушение слоя мерзлоты, и в атмосферу единовременно будет выброшена большая масса метана, что, несомненно, отразится на климате не только арктического региона, но и планеты в целом. Ученые обеспокоены риском экологической катастрофы, если метан будет скапливаться вблизи газопроводов, производственных объектов или жилых районов. В ряде областей метан, как мы видим и по спутниковым данным, и собственными глазами, во время вертолетных инспекций буквально подпирает газовые трубы, отмечают ученые. Не стоит забывать и о других последствиях. Коренные народы Севера, к примеру, теряют привычную среду обитания. Меняется природа. Границы лесов, где тайга переходит в тундру, сдвигаются дальше на север. Если мы ничего не сделаем с изменением климата, тем самым мы можем запустить дополнительные механизмы, и нам придется бороться с гораздо большей опасностью. Особенно актуальна эта проблема, как и проблема изменения климата в целом для России. Ведь больше половины территории страны занимает вечная мерзлота. В основном это Западная, Восточная Сибирь и Забайкалье. Территория по площади больше США, Канады или Китая. Поэтому и ответственность за контроль, а также меры противодействия климатической катастрофе на ней лежат немалые. Глава Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов сказал, В 90-е годы прошлого века была разрушена существовавшая с советского времени система мониторинга процессов изменения почвы. Все причастные к этой теме помнят, что существовали так называемые мерзлотные комиссии в муниципалитетах, которые мониторили на местах, смотрели, где просаживаются фундаменты, где какие первоочередные действия нужны. До сих пор эта система так и не восстановлена. Поэтому мы взяли на себя смелость на основе современных технологий воссоздать с нуля полноценную систему мониторинга изменений многолетней мерзлоты. Как бы то оно ни было, ясно одно – нам необходимо меняться. Некоторые ученые уже пытаются возродить оттаившую экосистему плодородных степей, десятки тысяч лет назад служивших пастбищами для мамонтов. На площади 20 квадратных километров ученые разводят оленей, лосей, бизонов, зубров и прочих травоядных. Анализируя все сказанное, можно сделать вывод, что остановить будущее нельзя, но можно его существенно отложить. Тогда станет возможным снизить риск одномоментной катастрофы, и это позволит, и это позволит нам лучше подготовиться к новой реальности. Всем до встречи!